Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Дина Гуйтер, и сегодня я снимаю для вас свой очередной отчёт по моим стоковым делам. Должна была вообще выложить его 16-го числа, но что-то пошло не так. Вернее, как что, я пошла к ортодонту, и мне поставили ретейнер. Скоро у меня будут снимать брекеты, так что извиняюсь за мою дикцию, у меня очень неудобно и непривычно с ретейнером. Но, надеюсь, это нам не помешает подвести мои итоги по первой половине уже октября на стоках. Итак, что у меня было за эти две недели? Во-первых, после сентябрьской вот такой апатии и провала я решила себе в октябре устроить небольшую встряску, и я устроила личный такой челлендж «Три простых дела в день». Суть этого челленджа была в том, чтобы я планировала только три дела по работе и концентрировалась на том, чтобы выполнять в день хотя бы эти три дела. Конечно, удавалось мне не всегда, и были сложности с планированием, с приоритетами, с тем, чтобы всё-таки выполнить эти дела. Но, тем не менее, челлендж вышел достаточно продуктивным для меня, я подробнее написала об этом в своём инстаграме. Но здесь скажу самое важное, что я сделала за этот челлендж. Я, наконец-то, оформила последний проект, который я хотела оформить в своё портфолио на Behance. Это проект большой из 21 паттерна, который я оформляю ещё, по-моему, с лета, с июня или даже с мая. В общем, никак у меня не доходили руки его закончить, а у меня была такая цель, что я закончу этот проект, выложу его на Behance, и потом подам заявку на Creative Market. И вот, наконец-то, я довела этот проект до конца, оформила его и выложила. На самом деле, поняла, что, конечно, такие большие проекты оформлять тяжело, сложно сделать это интересно, у меня в итоге вышло слишком много слайдов, и оформлением я не очень довольна. Но решила уже оставить как есть и подать заявку с тем, что есть. Итого у меня в портфолио вышло 8 проектов, которые я оформляла специально под Creative Market. И, соответственно, я подала заявку неделю назад. Вот. И самая, наверное, главная новость в том, что мне её одобрили. И я, на самом деле, была в таком шоке, потому что я совершенно не рассчитывала на то, что мне с первого раза откроют магазин. Это была моя первая заявка. Я собиралась подать её ещё в феврале, и тянула, 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 тянула. И теперь думаю, а что я тянула-то? Я была уверена, что мне откажут, потому что у меня акварельное портфолио, и всем моим знакомым акварелистам отказывали. Вот. Так что я откровенно... Я когда узнала, что мою заявку одобрили, буквально это было позавчера, я просто была в таком шоке. Я сидела, смотрела в компьютер и думала, неужели это правда? Как это произошло? Потому что у меня был уже там план Б, что делать, если меня отклонят, какое портфолио я буду делать в следующий раз для экзамена. И у меня даже был план В, какое я буду делать портфолио, если меня отклонят второе портфолио для третьего экзамена. И в итоге все эти планы, они как бы были впустую, потому что меня приняли с первого раза. И... Ну да, я даже не могу передать словами, какие чувства у меня это вызывает. Это реально, с одной стороны, большой шок, с другой стороны, большая радость. С третьей стороны, такая вот, наверное, нестыковка с тем, что я уже построила свои дальнейшие планы относительно того, что я буду переделать портфолио для второго-третьего экзамена, а теперь, получается, у меня есть магазин, и мне нужно заниматься магазином, мне нужно его оформлять, мне нужно готовить под него продукты. И я к этому была как бы совсем не готова, потому что это, ну, совсем не входило в мои планы. Я думала, вот, после Нового года открывать магазин на Etsy, и теперь, видимо, я отложу эти планы и буду заниматься креативом. Я туда уже загрузила первый свой продукт, это мои яблоки, которые продаются у меня лучше всех, я о них уже много раз говорила, и вот я загрузила туда их только, чтобы проверить, что правда ли это магазин, правда ли он работает, и не кажется ли мне всё это, может быть, я неправильно поняла письмо, но нет, я загрузила, и это реально магазин, и реально там появились мои яблоки, их уже даже лайкают, хотя я для этого ничего не делала, и, в общем, круто, буду надеяться, что там будет что-то продаваться, и буду стараться туда тоже теперь грузить регулярно. Вот. Конечно, у меня сейчас очень много вопросов с ценообразованием, с пониманием, там, вывода денег, заполнением налоговых документов и так далее, с тем, как соотносить креатив с дизайн-бандлс, потому что я понимаю, что там комиссии разные, как выставлять цены на одинаковые продукты там и там. В общем, вопросов много, буду пытаться в этом разобраться. Вот. Что ещё из новостей, кроме вот этой самой главной большой новости, начала октября? У меня, наконец-то, на дизайн-бандлс случилась моя первая продажа. Да, это было так долго, но, на самом деле, сама виновата, потому что магазин я открыла в феврале, и с февраля до начала сентября я туда не грузила, и вообще магазином не занималась. И вот в сентябре я начала активно грузить, сейчас у меня на дизайн-бандлс 9 или уже 10 проектов, и вот, наконец-то, у меня случилась первая продажа, и, конечно же, да, им это были яблоки. Я этому очень порадовалась, и, конечно, понимаю, что нужно грузить больше и чаще, тем более, что у меня есть что, мне просто надо всё это съесть и оформлять. У меня много продуктов, которые ждут именно оформления и подготовки к загрузке. Вот. Ну, этой продаже я, конечно, была безумно рада. Ещё на дизайн-бандлс скоро будет Чёрная пятница, и там можно подать свои проекты на участие в большой распродаже праздничной. Но туда можно подать только те продукты, которые у вас уже продавались. Я, в общем, подала туда как раз свои яблоки, которые продались. Посмотрим, может быть, ещё что-нибудь успеет продаться, и я тоже добавлю это к распродаже. Это в личном кабинете, если у кого есть там магазин, то можно попробовать податься. Я пока не знаю, как это будет работать, но мне интересно попробовать. Вот. Что ещё? Почти не грузила, соответственно, на остальные стоки, совсем мало, но это всё потому, что вот у меня был фокус на дизайн-бандлс и на креатив-маркет, на подачу заявки, на оформление портфолио. Так что там мало что могу сказать. Продажи какие-то медленно идут, на шаттере что-то продаётся, на Адобе продаётся. Но не сказала бы, что этих продаж много. Как-то вот август, он был такой тухлый, и так вот у меня с августа всё тухлое идёт. Хочется, конечно, получше. Ну, посмотрим. Вот. И, наверное, на самом деле, это глобально. Все мои итоги, только маленький отчётик вышел. Хочу ещё рассказать о двух классных штуках. Первое, у нас с Ритой стартует четвёртый поток курса паттерны. И если вам интересно научиться делать паттерны разными способами, если вы плохо разбираетесь в фотошопе, если вы рисуете живыми материалами, акварелью там, гуашью, графику какую-то, и вы хотите научиться делать паттерны и научиться обрабатывать свою иллюстрацию в фотошопе, то welcome на наш курс, он очень классный, все подробности я оставлю внизу под видео. И ещё мы с Ритой решили перед Новым годом запустить очень крутой челлендж. Это будет челлендж в Инстаграме, он будет публичный, в нём может каждый поучаствовать. Мы придумали очень классное и интересное задание, на которое нужно будет нарисовать работу. Если вы нарисуете и выложите это в Инстаграме, то мы будем выбирать лучшие работы, и это будут паттерны, скорее всего, и лучших участников мы добавим в групповой проект на Behance. Групповые проекты это такие проекты, куда можно добавлять проекты из разных портфолио, и в итоге у группового проекта растут просмотры, и у ваших личных проектов растут просмотры, то есть это такой способ продвижения, привлечения клиентов, вот, и соответственно вот это будет призм, то есть получается, что в любом случае, если вы поучаствуете в нашем челлендже, вы получите как минимум интересное задание, интересный опыт, готовую работу и возможность присоединиться к нашему групповому проекту, чтобы повысить просмотры ваших иллюстраций, возможно, найти каких-то новых клиентов, в общем, очень классная тема, поучаствовать может каждый, подробная информация выйдет уже во вторник, у меня и у Риты в инстаграме, и здесь я тоже оставлю ссылочки, так что переходите и присоединяйтесь, потому что мне кажется, что это будет крутой движ, мы тоже с Ритой будем рисовать, и я думаю, это должно быть суперкруто и интересно. Вот, теперь это точно все новости, как ваше начало октября, что рисуете, что грузите, что интересного, если кто работает с Creative Market и Design Bundles, пожалуйста, напишите, как вы регулируете цены между этими двумя площадками, вот, потому что, конечно, я пока немножечко не очень понимаю, у них разные комиссии, я так понимаю, в общем, у меня очень много вопросов, хочется, чтобы как-то был баланс и не было так, что на одной площадке мне дешевле, на другой дороже, но в то же время, чтобы и прибыль как-то регулировалась, в общем, у меня столько вопросов про Creative Market, потому что я совершенно не была готова к тому, что мне откроют магазин, вот, это все, ура, ура, спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующем видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok